Историю о наивной доброй девочке Марфеньке, которая одна отправилась бороться со злом, покажут на сцене Саровской драмы. Её жених Иван попал в плен, а брат Егорушку унесли в дальние края чёрные лебеди – прислужники дочери Тугарина, принцессы Забииды. На своём непростом пути девочка встретит много препятствий и искушений, но доброе сердце обязательно подскажет, как поступить правильно, и с собой она берёт верное средство – одолень траву. Разумеется, в каждой сказке есть тема добра и зла, в которой добро, разумеется, побеждает, но в данной конкретной сказке и в этом спектакле, наверное, главная тема о том, что волшебство, оно всегда существует в содружестве с добром, с чистым верным сердцем человеческим, с верностью и с чувством любви. В основе спектакля – одолень трава, русский фольклор. В 1965 году драматург Валентина Любимова написала одноимённую пьесу, по которой поставили спектакль. В новой версии сказки изменилась тёмная сторона. Теперь злодеи живут не в восточном мире, а в мире фэнтези, куда и отправилась главная героиня. Дух мэр! Пусть ярче сияет, а образилась старая! Да разве поварёнок мог пойманить русского мальчика? Сам попал ты на приманку! Убирайся с твоих глаз! Спектакль-сказка – это кружево русских фольклорных мотивов. Каждому герою здесь нашло своё место – и доброму, и злому, и хитрому. Мне, наверное, ближе тётенька Наталья из этой пьесы. У неё уже есть какой-то жизненный опыт, и она напутствует главную героиню. И её слова, её мысли мне очень близки, как человеку. Показать различия двух миров, их конфликт – светлого, доброго, русского и тёмного, фэнтезийного – помогают костюмы и декорации. Персонажи из Руси в традиционном народных костюмах, а образы злодеев мрачные, богатые и стильные. Наряды героев подчёркивают их характеры. Сказка страшная всё равно. Как ни крути, она страшная. Конечно, не хочется никого напугать, разумеется. Но я думаю, что детям от шести лет и взрослым она будет очень неинтересно. Не знаю, как маленьким совсем малышам. Но первые классы, вторые понравятся, я считаю. Найти для себя что-то интересное и поучительное в этой истории, вне всяких сомнений смогут и взрослые.